В Украине появится финансовый омбудсмен. Это лицо, призванное решать споры между потребителем и финансовыми учреждениями без обращения в суд. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Сегодня в Украине есть три способа регулирования финансовых споров. Через финансовые учреждения, финансовые регуляторы и через суд, рассказывает эксперт по защите прав потребителей финансовых услуг Татьяна Бурак. Для решения таких споров украинские финансисты решили перенять европейский опыт и создать отдельную структуру. Это не суд, это не госорган, это отдельная структура, которая помогает потребителю договориться с финансовым учреждением, перейти к компромиссу. Если этот компромисс не найден, решить по сути спор, удовлетворив или не удовлетворив потребность и, скажем так, запрос потребителя. Эксперт рассказывает, в случае возникновения финансового спора, в первую очередь нужно обращаться в финансовые учреждения, например, в страховую компанию. Если ответ учреждения не устроит потребителя, то можно обратиться к финансовому омбудсмену. Его работа будет разделена на два этапа. Первый направлен на решение спора мирным путем и длится не более 30 дней. Если компромисс не устраивает потребителя, то омбудсмен начнет разбирательство и финансовое учреждение должно будет исполнить его решение. Одним из заданий финансового омбудсмена будет повышение уровня осведомленности потребителей о своих правах, не менее важно о своих обязанностях, потому что обязаны не только финансовые учреждения, обязаны и потребители. Замглавы Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак рассказывает, потребители финансовых услуг в Украине не защищены из-за низкой финансовой грамотности, недостатка информации и полномочий у регуляторов учреждений, а также из-за того, что закон о потребительском кредитовании не исполняется надлежащим образом. Проект закона об учреждении финансового омбудсмена был подан на рассмотрение парламента весной этого года. Эксперты считают, что с его принятием защита финансовых прав потребителей выйдет на новый уровень, поскольку главная цель документа – повышение доверия населения к финансовым учреждениям. Документ будет рассмотрен на ближайшей сессии Верховной Рады в сентябре этого года.